привет друзья сегодня как я вам и обещал в первом выпуске о вреде поваренной соли я затрону тему отеков ног и как от этого избавиться давайте сразу обратим внимание на наш образ жизни если он мы находимся на работе в постоянном движении нам нужно восполнять ту энергию те калории которые мы затратили это вполне нормально иначе мы вообще свалимся от энергетического голодания и встать не сможем придется ложиться под капельницу в тяжелейших случаях если же мы находясь на работе грубо говоря ведем сидячий образ жизни то есть от силы два-три раза за весь день мы поднимаемся со стула или с кресла чтобы куда-то отойти где-то взять на принтере бумажку кому-то что-то передать пойти взять себе кофе мы уже находимся грубо говоря в группе риска почему потому что когда человек приходит домой кушает естественно хочется чего-нибудь остренького солененького дополнительно солит свой салат дополнительно что-то еще плюс может быть во время обеда на работе перехватил картошку фри подсоленную бургер гамбургер что угодно там уже пройдя многократную многоступенчатую обработку все эти продукты получили переизбыток той соли которую мы с вами потребляем допустим в одном гамбурге только в одном гамбургере в котлетке находится недельная доза соли которую потребляет здоровый человек недельная это вам просто для примера значит соль у нас как я уже говорил в прошлом видео разрушает наши костные ткани избыток этой соли и почему потому что натриевые компоненты они выводят кальций из организма тем самым способствуя возникновению артрозов анемии ишемической болезни сердца атрофии головного мозга не забывайте об этом да и чтобы этого избежать нужно свести потребление соли до предельной нормы не не отказаться от этой соли вообще потому что отказавшись от соли вообще у вас какой-то момент и настроение начнет падать и аппетит упадет вы станете малоподвижными вас будет апатия вплоть до депрессии всему нужно знать меру так вот чрезвыточное чрезмерное потребление поваренные соли в пище может вызывать отеки ног допустим те же самые орешки арахис соленый с пивом но пацаны это для вас с пивом арахис все классно но он же соленый хочется потом чего-то пить допустим еще пиво выпил или воды выпил ну ощущение того что ты полный рот соли набрал хочется пить пить и пить соль как аккумулятор она собирает влагу в организме не давая ей выходить наружу в виде пота или в виде мочи от этого страдают наши почки потому что почки работают как фильтр крови прогоняя как можно больше крови отравленной вот этими вот солевыми компонентами через почки можно получить когда-нибудь дисфункцию почек гуглите если вам это интересно избавиться от отеков ног элементарно сведите потребление поваренной соли на минимум не совсем вообще от нее отказаться именно свести на минимум откажитесь для вашего же здоровья откажитесь от всего фастфуда который у вас стоит в рационе питания допустим в обед на работе так легкий перекус на какой-то перерыв или еще привет или еще где-нибудь откажитесь от этой ерунды потому что все вот эти вот фастфуды и тому подобная дрянь гамбургеры особенно вот эти вот котлетки они проходят многократную обработку различными компонентами в том числе и солью и только в одной котлетке не помню говорил я уже или нет только в одной котлетке от этого гамбургера находится недельная доза соли недельная если как говорят врачи мы можем потреблять в сутки до 4 грамма соли ну вот и считайте сколько вы потребляете за один раз соли съедая гамбургер почти 30 грамм от этого конечно чем больше соли тем больше хочется пить чем больше влаги в организме и чем больше соли еще сильнее перегружаются наши почки мочевыводящая система в какой-то момент начинают себя проявлять сбои в организме в чем в первую очередь тяжесть в ногах в первую очередь в коленах и в голеностопе тяжесть в ногах все было нормально месяц назад а сейчас что-то я когда сгибаю колено но как будто тут как ватой напихали от чего не знаю надо наверно сходить к врачу ребята не надо идти к врачу откажитесь от соли не совсем но сведите ее на минимум откажитесь потом после вот этих вот ватных ощущений в коленях и в голеностопе наступает очередь отеков ног как только начинают отекать наши ноги кровеносная система начинает давать сбои видите все идет по цепочке кровеносная система дает сбои сердце начинает сбиваться сердце начинает уходить от своего привычного ритма у человека появляется одышка вот пожалуйста лишняя щепотка соли к чему это может привести поэтому чтобы такого у вас не было давайте мы с вами договоримся пункт 1 мы отказались от лишней соли свели ее на минимум совсем одну грамму личку в день можно потом для того чтобы избавиться от отеков в наших ногах делаем следующее упражнение оно достаточно легкое оно несложное оно действительно делается абсолютно легко вы ставите ноги на ширине плеч и начинаете делать треть приседания не полное приседание низ не до половины а именно треть вот такой вот стараетесь держать спину ровно и поднялись опустились и поднялись если вам сначала будет тяжело пожалуйста руки на колени и при помощи рук вы можете себя подталкивать вверх опустились вдохнули поднялись выдохнули 30 50 приседаний вот таких вот делать каждый день каждое утро или вечером вы таким образом укрепляете не только суставы коленные тазобедренные голеностоп вы укрепляете мышцы вы помогаете вашим венам в ногах лучше прогонять кровь отработанную и артериальную венозную и артериальную и естественно стенки кровеносных сосудов тоже укрепляются поэтому не забудьте пожалуйста о том что я вам говорю если вы хотите избавиться от отеков ног сведите потребление поваренной соли на минимум и этим самым вы предупредите такие заболевания как отеки ног тромбоз варикоз ишемическая болезнь сердца артроз в первую очередь тазобедренные головки тазобедренного сустава многие люди думают от чего же у меня такая фигня произошла и не догадываются совсем о том что по одной простой причине они едят то что ели всегда и не понимают что с возрастом процессы метаболизма в организме замедляются и наш организм перестает с такой скоростью и с таким эффектом от перерабатывать все те продукты питания которые мы потребляли раньше с той же скоростью как это как это было раньше перестает перерабатывать это сейчас поэтому очень много того что мы могли когда-то съесть в 20-летнем 15-летнем возрасте сегодня это ляжет на ваш организм балластом не забывайте в этом подумайте и занимайтесь спортом всем удачи с вами был я владимир козырчук автор канала old dutchman не забудьте подписаться на наш канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий и будьте нам здоровы всем удачи пока